добрый вечер всем и мы сегодня встречаемся во время хануки поэтому при всем том что мы переживаем нелегкие дни я всем хочу пожелать ханука самих по мере возможности со всеми тревогами тяготами нынешней ситуации все мы в той или иной степени с этим связаны меня самого сын воюет сейчас так что остается молиться и надеяться на счастливое разрешение всех всех наших трудностей вот мы сегодня встречаемся в нестандартное время одна из причин этого как раз то что я искать как я и сказал дома у шерманов происходит молитва миньяна поэтому одно не накладывалось на другое те кто туда приходит вот мы сегодня продолжим говорить о том что мы начали обсуждать в прошлый раз и хотя мы читаем первую маковейскую книгу на этот раз я решил сделать как бы определенная определенный такой синопсис сравнить не один из рассказ первой маковейской книги с рассказом из 2 маковейской книги мы время от времени вторую маковейскую книгу упоминаем какой-то момент когда закончим читать первую маковейскую книгу начнем читать вторую и видим что это совершенно другой мир но сегодня вот в этот другой мир мы с вами заглянем это связано с представлением которое мы сейчас начнем обсуждать потом перейдем к тексту представление или концепция концепт которая на иврите называется кедуша шем или освящение божьего имени а если переводить это на более понятный язык для тех кто не очень знаком с этой терминологией это самопожертвование ради 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 бога веры закона сегодня мы об этом тоже будем говорить этот термин используется и в так сказать таком светском немножко дискурсе как раз мы это как раз мы это сегодня упомянем связано как раз с теми событиями которые мы все переживаем вот при этом я хотел бы перед тем как непосредственно перейти к теме отметить только то что вообще буквально само по себе выражение кедуша шем не хотя и не встречается в торе и танахи на и в торе в первую очередь но она образована как раз это выражение которое хорошо известным из торы и это выражение это выражение это выражение лекадеш это шем осветить осветить бога используется четырехбуквенное имя бога а иногда действительно кедуша чем машина осветить имя господня теперь в контексте торы речь не идет как правило собственно вообще не идет о самопожертвование речь идет об исполнении заповеди бога тот кто их исполняет он тем самым освещает имя богом в этом мире всех тот же кто нарушает он профанирует имя бога он его оскверняет антоним выражение лекадеша шем это лехалель осквернить или придать профанации божье имя и бога самого вот это в торе но повторяю в раввинистической традиции там где используется уже именной термин кедуша шем так вот в раввинистической термине традиции это приобретает то значение с которого мы начали а вот это самопожертвование но какое самопожертвование вот об этом мы как раз и будем говорить и я и я сейчас открою текст с вашего разрешения текст в том месте где мы остановились да мы с вами находимся в главе шестой первой маковейской книги я напомню вам что ведущей главе было рассказано о смерти позорной в общем смерти антиоха епифана которую него умирает на чужбине как подчеркнуто в чужой земле на с точки зрения автора маковейской книги это позор и и горя умереть чужой земле теперь он рассказал рассказывая об этом историческом факте при этом вкладывает в уста антиоха епифана слова раскаяния касательно того что как он вел себя по отношению к евреям вот и после его смерти к власти приходит его малолетний сын антиох пятый в патар и параллельно рассказывается о том что иуда пытается уничтожить акру ему в конечном счете это сделать не удается и не сможет будет сделано гораздо позже вот и некоторые из осажденных в акре напомню вам что в акре находились с одной стороны находился одной стороны греческий гарнизон селевкицкий а с другой стороны согласно нашим источникам те кто к ним примкнул и поддерживал в той или иной степени политику антиоха епифана еще до начала исследований ну и после начала преследования они как бы уже были повязаны связаны с властью и вот автор первой маковейской книги рассказывает о том что они смогли некоторые из них смогли бежать и прийти к царю рассказать и пожаловаться ситуацию вот евреи люди иуды маковея совершенно распоясались надо если ты не накажешь что они натворят еще больше злодей и тогда ты их удержать не сможешь вот на этом мы закончили в прошлый раз теперь мы немножко продвинемся вперед в чтении и так мы дойдем до интересующий нас главным образом истории услышав этот царь разгневался и собрал всех друзей своих и начальника войска своего начальника в конец и при этом надо понимать что значит разгневался царь царь которому было на тот момент 10 лет примерно особо разгневаться не мог да он был маленьким ребенком но при нем находился лисий один из вельмож антиоха эпифана который видимо и правил бал значит это на самом деле он инициирует все происходящее но автор как бы инкриминирует от царю когда это от имени царя это звучит гораздо более внушительно пришли к нему из других царств из морских островов войска наемные а значит как бы начинают собирать большую армию при этом размеры ее колоссальные 100 тысяч пеших 20 тысяч всадников 32 слона приученных к войне да значит селевкиды слонов свою армию набирали из индии и при том что согласно договору который был все время заключен еще между антиохом третьим дедом вот этого самого малолетнего царя и римскими властями о запрете на использование слонов селевкидской армии тем не менее это постоянно нарушалась а и вот у них опять слоны достаточное количество 32 боевых слона и они прошли как тут написано через эдумею и расположились страны странам против бейтсура тевцур да то есть идут с юга с тем чтобы как бы оттеснить иуду с тех территорий которые он смог уже завоевать в частности крепость бейтсур сражались много дней устроили машины но те сделали вылазку и сожгли их огнем и сражались мужественно но иуда был вынужден отступить от крепости и расположился станом в бейтсахаре против напротив царского стана значит это то есть он отодвинулся по предположению вот это бейтсахария или как она тут называется бейтсахара находилась где-то на 10 километров севернее от бейтсура то есть он постепенно начинает отступать в сторону иерусалима и впоследствии лишь его брат шимон окончательно бейтсур завоюет царь же встав рано утром поспешно отправился с войском своим по дороге с царем ведь захаре и приготовились войска к сражению затрубили трубами и дальше описывается вот это колоссальная мощь селевкидского войска значит их совершеннейший ужас до слонам показывали кровь винограда и тутовых ягод чтобы возбудить их к битве кстати подобные вещи рассказывают и разные античные авторы что действительно слонам перед битвой давали не просто показывали отдавали всякие как бы накачивающие напитки чтобы они приходили в ярость невольно напоминает историю нашего тяжелого и печального настоящего мы знаем о том что боевики хамаса перед тем как начать свою атаку 7 октября тоже накачивались соответствующими веществами и разделили этих животных на отряды представили каждому слону по тысячи мужей в железных кольчугах с медными шлемами на головах по 500 отборных всадников назначено было каждому слону значит и и эти всадники шли рядом со слонами оказывались заблаговременно там где был слон и куда он шел шли они вместе с ним не отставая от него на них уже были крепкие деревянные башни покрывавшие каждого слона укрепленные на них специальными ремнями специальными особыми устройствами вот и в каждой из них по этой башни по 32 сильных мужа это на самом деле одна из версий текста которая представляется довольно маловероятной действительно в бульгате и стоит число 32 переводу этого книги но полагая предполагаю что на самом деле в этих башнях сидели по четыре человека что более реалистично и это опять же свидетельство и античных авто и это конечно вызывает ужас до остальных же всадников расставили здесь и там на двух сторонах ополчения чтобы подавать знаки и подкреплять тесных местах а когда солнце блеснул на золотых и медных щитах то запрестали от них горы и светились как огненные светильники в общем все это выглядит очень страшно и одна часть царского войска была протянута по горам другая по низменных местами шли они твердо и стройно и это конечно всех напугало на это опять же автор первой маковейской книги здесь как и в большинстве мест не говорит на что он ориентируется на какие библейские образцы он только намекает но судя по всему здесь как бы уртекстом некой предосновой является история опять же о войне шауля с филистимлянами где еврейское войско израильское войско в ужасе от появления вот этой живой такой машины филистимлянина галиафа галиата изгата вот и они пугаются и не знают как быть пока не появляется давид который сражается с галиафом и и смутились все слышавшие шум множество их и шествия такого полчища и стук оружие ибо войско было весьма великое сильное и вступил иуда и войско его в сражение и пали из ополчения царства 600 мужей 600 как бы при общей численности войско это конечно не слишком много на учитывая исходя из того что написано здесь 100 тысяч пеших 20 тысяч всадников 32 боевых слона и вот здесь-то собственно говоря мы и доходим до истории нас интересующих появляется на сцене один из братьев иуды который был нам представлен в начале второй главы которого зовут элязар по прозвищу аваран судя по всему от греческая передача хаваран или хивран то есть белый бледный он фигурирует только в этом коротком отрывке но что называется создает себе великую славу ибо что он делает он как тут сказано элязар кстати неправильно совершенно здесь неправильный перевод да это никакой не сын саварана а по прозвищу аваран исправлю что-то путает по прозвищу аваран увидел что один из слонов покрыт броней царской превосходил всех и казалось что на нем был царь и что он делает и он предал принес себя в жертву не сказать чтобы спасти народ свой приобрести себе вечное имя и смело побежал к нему в середину отряда поражая направо и налево и расступались от него и в ту и в другую сторону и подбежал он под того слона лег под него и убил его то есть проткнул его брюхо и пал на него слон на землю и он там умер вот собственно говоря это история флавий впрочем который рассказывает эту историю говорит о том что здесь не написано но явно следует из дальнейшего содержания что элязар ошибся что царя не было на слоне флавий говорит то напрямую что это был не царь царя он не убил вот флавий вообще стремится преуменьшить героизм элязара и потому что сам ситуации пусть не аналогичной но ситуации боя повел себя совершенно иным образом кроме того он вообще осуждает любые формы самоубийства флавий но это как бы замечание в скобках а то что делает здесь элязар известном смысле можно назвать кедуша шем а он приносит себя в жертву ради того чтобы израиль войска иуды не потерпела поражение чтобы но не было предано поношению здесь не сказано чтобы бог не был предан бог израиля не был предан поношению но в общем можно сказать что это подразумевается и лазар действительно в каком-то смысле похож чем-то на давида побеждавшего сражавшегося с галиафом но в отличие от вас давида он здесь как бы ситуация вполне такая реалистическая он погибает до сражение принеся себя в жертву чтобы как тут сказано спасти свой народ и обрести себе вечное имя в общем это некая форма кедуша шем и легко нам сейчас вспомнить примеры подобного поведения в современной истории израиля не только даже израиля но для нас важно израиль среди армии в истории армии обороны израиля встречаем несколько случаев когда солдаты или офицеры бросались на гранату или на мину с тем чтобы спасти своих сослуживцев один из наиболее таких известных случаев это история руик лайна которая произошла во время второй ливанской войны рассказывают что руик лайн в тот момент когда сделала это кричал шмай сраэль произошло 26 июля 2006 года вот а последний такой случай это история совсем свежая во время обороны во время боя рядом с миром 7 октября один из террористов бросил гранату и тогда и фрейта матана барджи прыгнул на эту гранату и в общем спас жизнь шестерым своим сослуживцам сам погиб а то есть как бы вот эта история или азара брата иуды она такая очень прототипическая в чем самое имя и лазар которая значит бог помог а в данном случае это помощь как бы не буквально не физическая но что называется бог помог ему совершить тот поступок который он совершил это имя на самом деле или азар известно нам из разных источников и нередко связано с с каким-то повстанческими движениями значит вот например или азар бен яир из массады о котором рассказывает флавий или или азара мода и который был при баркохве известно что известно из провиннистических источников вот это в общем некая жертвенная смерть на вот так это здесь представлено теперь мы вернемся к истории этого или азара но мы сейчас обратимся к истории другого или азара история или азара из 2 маковейской книги а потом мы таким образом сравнить в эти истории создадим некий профиль двух авторов и двух концепций пока что ничего сейчас не говорю о создании 2 маковейской книги а мы только прочтем текст был некто или азар из первых книжников муж уже достигший старости но весьма красивой наружности его принуждали раскрывая ему рот есть свиное мясо это происходит согласно 2 маковейской книги во время преследований антиоха эпифана другой азар старец книжник предпочитая славную смерть опозоренной жизни он добровольно пошел на мучение и плевал как надлежал решившимся устоять против того чего из любви к жизни не дозволено вкушать в данном случае мясо свиньи как окажется из дальнейшего него мало того что это мясо свиньи но это еще и мясо которые собирались использовать как жертв тогда представлены беззаконному жертвоприношению знавшие этого мужа с давнего времени значит речь идет о евреев к евре которые перешли 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 сотрудничали с селевкидской властью знавшие этого мужа с давнего времени отозвав его наедине убеждали его принести им самим приготовленные мясо который мог бы он употреблять и притвориться будто ест назначенное царя жертвенное мясо а то есть как бы реально съесть вполне кошерное мясо но представить это как некий маскарад как будто он действительно есть свиное мясо таким образом он не нарушится но при этом спасет свою жизнь дабы через это избавиться от смерти и по давней с ними дружбе воспользоваться их человеколюбием они его хотят спасти так как ученики сократа если воспользуется некой долл далекой аналогией на ученики сократа хотят спасти сократа из тюрьмы он приговорен смертной казни и они хотят устроить ему побед он отказывается и здесь и лазар отказывается но он утвердившись доброй мысли достойно его возраст и почтенной старости достигнутой им славной седины и благочестивого из детства воспитания или праве более правильный перевод поведения а более всего святого и богом данного законоположения то есть тор соответственно сему отвечал и сказал немедленно предать смерти ибо недостойно нашего возраста лицемерить дабы многие из юных узнав что 90-летний лазар перешел в язычество и сами вследствие моего лицемерия ради краткой ничтожной жизни не впали через меня в заблуждение через стоя положил бы бесчестие и пятно на мою старость примерно то же самое на самом деле сократ говорит когда он объясняет своим ученикам что бежать это значит в каком-то смысле признать правоту тех кто его посадил то есть стать беглым преступником а кроме того он говорит я стремлюсь к тому чтобы принять эту смерть и как бы исполнить то что что я сам проповедовал что истинная жизнь души она за пределами этого мира как или азар по-своему говорит о том что он готов умереть но только не впасть в лицемерие в бесчестие и не научить чему-то дурному своих юных соотечественных это школе я говорю здесь об аналогиях то еще раз в скоб покрою скобки упомяну еще одну аналогию а именно аналогию с галилея до галилея джордана бруно как мы знаем жордана бруно зашел за свои убеждения на костер а галилея трехся и есть очень известная пьеса брехта жизнь галилея как в центре которой взаимоотношения между галилеями и учеником в начале после отречения ученик поносит галилея за его низкий поступок а потом когда уже галилея находится под присмотром инквизиции церкви монастырей он приходит через какое-то количество лет галилею и говорит теперь я понял вы были правы учитель потому что если бы вы умерли прервалась бы цепочка тех открытий которые вы начали а так вы сохранили себя для будущего а галилея ему на это отвечает ты дурак ты ничего не понимаешь я отрекся по одной единственной причине не от того что я думал о будущих поколениях только из-за своего страха но теперь я проклинаю свое отречение потому что я всех научил одному что истина это продажная девка что ее можно продать лишь бы сохранить свою жизнь на это галилеи из пьесы брехт так вот или азар из 2 маковейской книги не таков да он не готов превратить истину в продажную девку если в настоящее время я избавлюсь он говорит от мучения от людей но не избегну десница всемогущего не всей жизни не после не после смерти а мы еще когда будем читать вторую маковейскую книгу мы будем говорить о концепции посмертного воздаяния который в этой книге действительно возникает посему мужественно расставая этой концепции нет нигде в первой маковейской книги посему мужественно расставаясь теперь жизнь сам я являюсь достойным старости а юным оставлю добрый пример охотно и доблестно принимать смерть за досточтимые святые законы сказав это он тотчас пошел на мучения тогда и те которые вели его незадолго перед сим оказанное ему доброжелательство изменили в ненависть по причине вышесказанных слов ибо они почли их за безумие пожертвовать своей жизнью с их точки зрения непонятно за что это безумие готовясь уже умереть под ударами он во стенах произнес господу имеющую ему совершенное ведение известно что я имея возможность избавиться от смерти принимаю бичуемым телом в жестокие страдания а душой охотно терплю их по страху перед ним и так скончался он оставив смерти своей не только юношам и весьма многим из народа образец доблести и памятник добродетели и так перед нами рассказ о другом и лазаре и о другой форме или другой концепции того что можно назвать кедуша шин лазар тоже старец лазар тоже освещает божье имя тоже жертвует собой за во имя бога во имя убеждений во имя того чтобы спасти израиль правда не от физической смерти а от духовной и это ставит нас перед нами некий вопрос вот эти две формы кедуша шин какую реальность они отражают или если угодно кто за ними стоит какие авто нас приведет в результате к и кровинистической традиции мы в свое время обсуждали довольно сложный запутанный вопрос о том как относились мудрецы талмуда к маковеем к иуде маковею его братьям к хасманийской династии я не буду сейчас повторяться то что мы сказали более распространенное и детальное изложение этого вот еще более детальное чем то которое было на нашем уроке я представлю ближайшую среду 8 вечера я приглашаю те кто живет малия думеем в культурный центр махана им а те кто захотят присоединиться по зуму смогут присоединиться по зуму вот но одно и одну вещь я хочу обратить ваше внимание действительно хотя хасманией хасманией упоминаются и в раввинистических источниках и в более поздних средневековых источниках но в общем то можно сказать что их не превозносят они не совсем забыты но в каком смысле отодвинуты в тень когда начинается ренессанс маковеев он начинается на самом деле с момента создания государства израиль ибо отцы основатели государства израиль придают празднику хануке совершенно не то чтобы совершенно новое значение они в ком смысле реставрируют старое значение ханука как праздник победы над врагами на для бенгуриона и его окружения иуда маковей был своего рода символом и предтечи а то что делал иуда маковей делаем и мы сейчас возникла целая культура связанная с прославлением маковеев песни всевозможные которые поются и по сей день хануку другие произведения литературные художественные разного толка то есть вот это прославление маковеев связано с так или иначе с политической независимостью израиль с ощущением того что народ израиля находится в своей земле и враги если они находятся то они как бы те с кем мы сражаемся на войне они не властвуют над нами в этом смысле и героизм таких людей как элиазар брат иуды как упомянутые мною руи клайн или матана барджиль это вот героизм тех кто сражается за независимость за независимость израиль который сейчас солдаты которые сражаются в газе и кедуша шин соответственно как понятие хотя опять же автор первой маковейской книги не пользуется этим термином это как бы понятие самопожертвования во имя народа на войне в бою автор первой маковейской книги который как мы уже говорили написал на иврите это очевидно и очевидно по двум причинам во первых потому что всякий кто видит греческие текст такие немедленно обнаруживает что она полна евроизмов и на некоторые из них мы обращали внимание а во вторых потому что эта книга в оригинале упоминается разными авторами в том числе например иеронимом то есть это текст существовал и грите еще в четвертом веке новая потом он был утерян авторы очевидно это мы тоже озвучивали несколько раз писал с тем чтобы создать легитимацию космонейской династии в центре книги четыре фигуры первая из них лишь чуть-чуть представлены это отец семейства матитьял а затем и главным образом это иуда ионатан и шимон три предводителя два последних фактически признаны и де-факто и де-юро греческой властью селевкицкой то есть это автор который находится по всей видимости в иерусалиме это придворный писатель хосмоней мы не знаем точно когда он жил поскольку последний кого он упоминает сын шимона йоханан геркан и его приход власти очевидно что он пишет не ранее этого момента возможно позже возможно уже при детях йоханана геркана но этого мы точно знать не можем в противоположность этому автор второй маковейской книги во первых пишет на греческом языке книга написана на литературном греческом языке того периода то что звать скойны при этом мы не знаем кто он был но сам он заявляет что его книга является сокращением и питомой большого пятитомного труда посвященного иуде маковею и событиям происходившим во время его восстания труда написанного неким писателем ясоном из кирены то есть северная африка ливия современная ливия и этот текст написан по-гречески и по же составленные этой питома опять же судя по всему автор пишет где-то видимо в самом конце второго может быть начале первого века до новой эры но он не преследует своей целью создать легитимацию династии хасманеев он прославляет прославляет тех кто освещает божье имя и фигуры иуды и ему важно в этом мы еще будем говорить свое время фигура иуды ему важно помимо прочего потому что иуда иуда фактически жертвует собой но и в этом контексте у него появляются различные фигуры о которых в первом маковинской книге мы ничего не слышим а у него они есть это вот люди которые которые жертвуют собой вследствие преследования антиоха эпифана то есть это этот кедуша шем это кедуша шем когда над евреем евреи находятся под питой под чужой властью и их заставляют отказаться от своей веры и они тем не менее идут на добровольно на мучения а порой на смерть с тем чтобы не предать себя и свою свои убеждения на каком-то смысле история например недавняя история советских евреев в отказе и особенно тех из них которые оказались тюрьмах такие люди как допустим менделевич натан щеранский александр холмянский и другие вот это сказать те фигуры которые в известной смысле и печи предтечей которых в известном смысле является вот наш герой или азар или азар книжный и в чем-то это отражает действительно ситуацию галута да даже если это происходит на территории земли израиля но это ситуация когда у народа израиля нет своей власти и как в этом смысле когда мы обращаемся к теме кедуша шем так как она представлена в романистической традиции мы обнаруживаем вполне по вполне понятным причинам что именно эта традиция которая заявлена во второй маковейской книги находит свое продолжение романистических источников потому что романистические источники описывают как правило мученическую смерть тех которые предпочли эту смерть измене своим убеждения будучи заставляемый чужой властью эти убеждения предать например 10 раз казненных римлян и особенно такие фигуры как рабя киева как раби ханина бен тарадион и другие это все люди которые принимают мученическую смерть не придавая своих убеждений более того в талмуде содержится в тактате сангедрин в милонском талмуде содержится довольно такое длинное обсуждение того а вообще что такое и душа шем когда это надо делать и контекст общий именно такой есть заповедь что как бы раввинистическая традиция стремится ограничить сферу ту сферу где можно проявить это качество когда шетошема светить божье имя и подчеркивает что вообще человек должен стремиться к жизни не к смерти но есть во первых три заповеди ради которых следует быть готовыми умереть а это не впасть в язычество это не убить невинного и это не придаться той форме блуда которая называется гилуя райот всевозможные запрещенные сексуальные связи которые категорически запрещены торы при этом еще подчеркивается что есть два две оговорки что вот три этих заповеди и только 3 заповеди нельзя нарушать в том случае если речь идет во первых обычное время и во вторых если это делается приват на человека приватно заставляют нарушить заповеди тора в такой ситуации если его например заставляет есть свинину он должен есть свинине мне вспоминается в этой связи опять же открою скобки что в книге саши холмянского посвященной его заключению истории его частности рассказывается о том что какой-то момент после всех его голодовок и он получает специальный псак от рабинов через родных что ему можно есть чтобы восстановить свое здоровье можно есть мясо которые дают в тюрьме глади но при этом если речь идет о публичном нарушение заповеди то есть в присутствии многих людей многих евреев а также если речь идет о времени которое называется шмад то есть когда евреев заставляют как бы такого массовое явление под угрозой смерти придавать тору то тут говорит алмун следует соблюдать все заповеди и до быть готовы умереть за за любую из них в общем как бы подытоживая этот виток нашего разговора можем сказать что действительно раввинистическая традиция главным образом знает именно эту форму кедуша шем потому что та реальность которой как бы ведется талмудический дискурс это вот реальность чужой власти одна из видимо причин по которым действительно их мудрецов талмуда гораздо меньшей степени интересовали военные победы иуды макове его соратник значит я здесь во первых поставлю некую точку перед тем как мы продолжим и если у вас есть какие-то вопросы или замечания к тому о чем мы говорили большую часть сегодняшнего занятия можно как раз сейчас задать высказать свои замечания определиться побыстрее есть вопросы эмиль маша лена барух ну хорошо значит как бы молчит так молчит мы ровно в пол восьмого сегодня закончим да окей не задерживаться вот я если я все равно оставлю несколько минут в конце на вопросы вот мы продолжим отсюда мы возвращаемся к первой маковейской книги в скобках мел более мелким шрифтом был отрывок из второй маковейской книги надо отметить что героизм элазара не привел к перелому в войне автора первой маковейской книги достаточно как бы мужество это признать на потому что войско было столь сильным что невозможно было в данный момент устоять и поэтому как тут сказано увидев мощь силу царского ополчения и стремительность войск иудеи или как правильно написано в оригинале наши на уклонились ушли от них то есть продолжали отступать и в сторону иерусалим царские же войска пошли против них на иерусалим царь направил войска на иудею и на гору а то есть фактически захватить снова храмовую гору аннулировать все успехи иуды и более того он сумел убедить евреев находившихся в бейтсури сдаться а потому что у них не было достаточно продовольствия их не было продовольствия чтобы держаться в осаде поскольку был субботний год на земле то есть над шмита и царь таким образом то есть лисий овладел бейтсуром поставил не стражу чтобы стеречь а потом много дней осаждал святилище то есть храм и поставил там стрелометательные орудия и машины и огнеметательные камнеметательные камнеметательные копьеметательные чтобы бросать стрелы и камни ну то есть казалось бы все обречено все обречено хотя иудеи опять же как в оригинале сказано наши устроили тоже машину против их машины сражались достаточно много дней но съестных припасов не доставало в хранилищах из-за того чтобы был седьмой год и искавшие людей в безопасности от язычников и сдержали запасы остатки запасов то есть фактически войско иуды осталось без какого-либо резерва и поэтому люди начали уходить и осталось при святилище немного мужей ибо одолел их голод и разошлись каждое свое место есть войско фактически стала распадаться секунду я соскочила войско стала распадаться и в общем произошло нечто что можно с честь кто-то скажет что это историческая случайность кто-то увидит здесь руку бога как мы уже говорили неоднократно 1 маковейской книги практически никогда не говорит что бог напрямую вмешивается в происходящие события на это лишь намекает кстати некоторые исследователи из этого пытались сделать вывод из того что например автор 1 маковейской книги никогда не упоминает о грядущей жизни что он был близок к садукеем ибо садукеи придерживались именно таких взглядов абсолютной свободы воли и отсутствие посмертного воздавяния а мы знаем что маковейские вожди начиная с йоханана геркана за исключением шлом цион александр соломеи мужа жены александра на и были близки к садукеем что возможно это так но так или иначе что происходит внутренний конфликт в селевкидском царстве как возможно мы помним по прошлому занятию что перед смертью эпифан поручил малолетнего наследника не лисию а филиппу филиппу другому своему верьможи и вот здесь между ними происходит происходит конфликт услышал миссии что филипп которому царь антиоха еще при жизни поручил воспитывать сына своего антиоха 5 евпатора для царствования возвратился из персии и мидии и с ним ходившие с царем войска и что он домогается принять на себя дела царства а сам лисий находится в иудее вместе с царем почему поэтому поспешно пошел и сказал малолетнему царю начальником войска лисий и вельможи мы каждый день терпим недостаток и продовольствия у нас мало а место осаждаемая нами крепко между тем лежит на нас побечение о царстве и так подадим правую руку этим людям и заключим с ними мир и со всем народами иными словами лисий отказывается в последний момент от осады иерусалима от осады храмовой горы потому что у него нет времени он боится потерять власть и он готов заключить перемирие как мы увидим время с иудой но он обставляет так что нам выгоднее дать им некоторую автономию мы предоставим им поступать по законами как прежде ибо за свои законы которые мы отменили они раздражились и устроили восстание сделали все это и речь это понравилось царю и начальникам и послал им чтобы иудея чтобы заключить мир что они и приняли и как поклялись им царь и начальники и после всего вышли из крепости то есть территории акры города давида впрочем впрочем тут же автор маковейской книги не знаем в какой мере он следует здесь историческим фактом но он стремится показать что верить селевкидам нельзя на это как исламская худна примерно то же самое он сразу же после заключения мира поднимается на храмовую гору на гору цион и осмотрев укрепленные места как тут сказано пренебрег клятвую который клялся и меня разорить стены кругом после чего поспешно отправился в антиохию и обнаружил что филипп уже владеет городом то есть столице царства вступил с ним сражение и силой взял город на этот момент лисий оказывается сильнее и побеждает филиппа согласно 2 маковейской книги филипп бежал в египет в толемею мы здесь поставим точку мы дошли до 7 главы начинается новый виток событий появление на сцене деметрия сына селевка о чем мы будем уже говорить на следующем занятии через неделю вот я как раз оставил несколько минут для вопросов и замечаний поэтому те кто хочет задать вопросы и сделать замечания короткие но я бы задал вопросе пожалуйста меня слышно отлично меня не слышно мы слышно отлично мы слушаем сейчас сейчас мы вы сейчас включите плиз меня включён микрофон да да ну хорошо давайте говорите у меня такая мысль значит вот что вот в обоих случаях значит несмотря на такие подвиги великие эти книги не входят в канон и мне кажется что это именно из-за того что здесь нет прямого указания всевышнего какой-то связи что эти люди должны совершить этот подвиг да то есть несмотря на то что допустим в таре мы находим пенхаса которую всевышний не не отправляет на это он сам решается и потом говорит всевышний что вот пенхас утешил меня дать тем своей заступился за меня вот с другой стороны мне кажется что я бы сравнил тут не знаю насколько это правомощно недавно было значит драж караиванова о иосефе и там значит всякие такие странные я не знаю как относиться к этими дража потому что они какие-то как бы домыслы да вот допустим про иосефа что он как бы сначала он хотел вступить связь с этой женой потифора потом появился ему в окне отец и сказал ему как это так что ты сделаешь и ты всех нас обозоришь и что то есть то есть я хочу сказать что когда там пытается тоже значит показать что это не только личные качества иосефа которые приводятся в таре которые мы помогли выдержать это испытание а чтобы нужно вмешательство какой-то свыше или празов или всевышнего или что-то еще и тогда это легитимно становится это необходимо да и поскольку время поджимает так я как бы ответить смотрите это не совсем так как вы это представляете потому что как раз во второй маковейской книги постоянно присутствует бог постоянно он на как бы почти в каждом эпизоде он есть и в этом смысле она как раз абсолютно подходила бы на на то чтобы стать частью канона но как я уже говорил написано два условия которые должны были быть соблюдены чтобы книга стала частью библейского канона и быть написано на греческом языке и относить относиться ко временам до появления греков иначе это не проходило вот хочу только в заключение еще отметить что возможно то что обоих оба персонажа и в первой маковейской книги и во второй носит одно и то же имя до или за хотят два разных человека это возможно что это случайно получилось но в результате это выглядит символично да вот два самопожертвования и при этом человек носит одно и то же имя и лаза есть у кого-то еще краткий короткий вопрос замечания поскольку мы должны завершать сегодня ну хорошо если вопросов сегодня нет ставим больше времени вопрос для вопросов в следующий раз вот я всех благодарю за внимание желаю хакхану касамех и опять же победы нашим нашей армии нашим солдатами и освобождение заложников окей амэн спасибо большое спасибо суротова 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 все когда на этом заканчиваем спасибо всем счастливо пока